Я в школу пришел в 97-м году, а выпуститься никак не могу. Не можешь? Не могу никак выпустить. Слушай, ну 20 лет уже, 20 лет спустя. А какая она школа сегодня? Вот здесь сегодня? Ну да, ну мы же живем воспоминаниями. Мы вчера, например, вечером жгли камин в избушке, и там был Кит Хэмпсон, который пришел в школу, оказывается, на год после меня, он в 98-м пришел. Здесь сегодня, я здесь самый старый, что называется, ветеран движения. Нет, Лосик, в общем, 90-е. Да нет, нет, в 2000-х годах пришел. И когда жгли этот камин, я понял, что ничего не изменилось. Изменились люди, которые начали приходить в школу, потому что это, когда школа начиналась, не было такого развития интернет, и ты о многих вещах не мог знать заранее. То есть сейчас, познакомившись с программой школы, ты можешь заранее посмотреть, о чем человек думает, какие мысли формирует, вообще его стиль мышления, темы, которые он будет нести. И ты можешь приехать подготовленный. В то время мы приезжали совершенно не готовые к разговору, и это были спонтанные разговоры, спонтанные дискуссии, не всегда сформулированные и артикулированные. Сейчас более артикулированные разговоры, более подготовленная публика. Видно, что люди, которые сейчас приезжают в школу, это более современные, более просвещенные, люди более образованные. И школа, мне кажется, только развивается. Ну, вот эти люди, которые приезжают, они очень, я помню, где-то в 2003 году, и ранее, было большое количество действующих политиков, и школа была полна людьми, которые имели опыт. Вот эта сегодняшняя публика, хотя она, конечно же, подготовленная, информационная, но, мне кажется, она меньше практикой владеет. Ну, это как бы другой разговор, потому что раньше школа занималась людьми, которые мечтали о демократической трансформации, прямой. Сейчас школа больше занимается просветительскими вопросами людей, которые активны, просто активистов, не чиновников, не так много стало чиновников, здесь не так много управленцев, потому что понятно, что люди, которые попадают в вертикальную систему власти, им трудно мыслить самостоятельно. А главный девиз школы – это иметь мужество пользоваться собственным умом. Потому люди, которые готовы мыслить самостоятельно, это уже не те люди, которые в страну вертикаль властью. Мы сейчас очень редко, действительно редко стали получать людей из вертикали, которые готовы еще мыслить самостоятельно, отставить свои идеи. Как правило, это люди, которые по 20 раз уходили из Единой России, возвращались из Единой России, какие-то люди, способные к самостоятельности. И, конечно, публика изменилась в школе. Я не скажу, что в худшую сторону, но если вдруг в стране начнутся какие-то более радикальные перемены, в том числе, что завтра эти люди будут востребованы властью больше, чем те, которые не мыслят самостоятельно. Ну, многое пусть. В этом смысле школа очень пластична. Она продолжает свой путь, ищет какие-то новые форматы, новые формы. И очень много сейчас людей, которые, вот как ты, например, которые не встроились в систему или вертикаль, но они влиятельны на своем легиональном уровне. И мы все, многие выпускники, ищут форматы влияния все равно. Кто-то через блоги, через систему информации, кто-то через бизнес. Кто-то еще через какие-то... Многие ушли во власть. И там живут, не значит, что они перестали мыслить самостоятельно. Но то, что система обязывает быть в какой-то такой формате, что называется, это да, это правда. И многие люди боятся сейчас приезжать в школу, я с многими разговариваю, и с теми, кто не был еще в школе, они говорят, мы бы с удовольствием поучились, но мы боимся, что система нас после этого выкинет об турнире. Потому что люди получают такой способ мышления, с которым потом трудно уживаться внутри консервативных систем. И школа же, она ничему... В последнее время, если еще в самом начале школы, вот когда я только начал сюда приезжать, я приезжал предметно за знанием, потому что здесь звучали фразы и формы, которых я просто не мог услышать. Для интернета этого не было, в газетах, по телевидению еще фильмы об этом не были сняты, в книге не были написаны. Сейчас это все есть уже в информационной среде. Я больше перестал ездить сюда за какими-то интересными знаниями, я больше езжу за человеческими моделями. Это вот как человек мыслит, как он слова складывает, как он образует форму вокруг себя, как он пространство формирует вокруг себя. То есть такие модели успешных людей. Но это для меня сейчас так важно. Я не знаю, как другие выпускники и зачем сюда приезжают. Вот, например, предметно на вот этот семинар. Я точно знаю, что я приехал поучиться. Я давно ничему не учился, и я прям чувствую, что я хочу чему-то еще поучиться и научиться. Здесь я увидел людей, у которых есть поучиться вот именно таким формату поведения в реальности. Да, вот как они ведут себя в реальной жизни, как они слова выстраивают, как они коммуницируют, как они с людьми общаются. Вот, на мой взгляд, школа – это бесконечный набор… Сложно застать, потому что, когда они выступают по телевидению, они строгие, они вот в каких-то таких форматах. Когда они пишут в интернете, это другое что-то совсем. А когда они общаются живьем, ты начинаешь понимать вообще, как устроено, как вообще эти, как у них там нейроны в мозгу, как замыкаются, как сигналы эти передаются. Женя, а вот старые связи, которые вот выпускники, допустим, старых лет, многие из них сейчас, кстати, нормально строились в структуру власти и занимают высокие посты там, но взаимодействия, контакты, они и остаются… Спонтанные, да. Мы сейчас с тобой знаем, что все наши попытки, и твои, и мои, и других людей, очень многие люди пытались построить некие системы взаимодействия, так, чтобы это было системное взаимодействие. Но пока все они не так успешны. Сейчас у нас остается только единый центр взаимодействия – это сама Лена. Да, вот наша личная привязанность, и любовь, и благодарность, потому что я, например, до последнего буду наставить на том, что нам нужно создать фонд Лены Немировского, личный фонд. Это был фонд ее имени. Она, конечно, категорически против, Лена скромный человек. Я не хочу, я еще на всяческие сопротивляться ей. И чтобы мы в этот фонд какие-то могли отдавать деньги, такой благодарности Лене. Потому что я знаю точно, что Женя Греков, многое чего лично для себя я сделал, добился, и вот в каких-то моментах жизненных я счастлив от этого, это только потому, что я когда-то встретил лично Лену Немировскую, попал в ее проект, и она вот за руку там пробила меня, это показалось, что-то еще. И она, конечно, она даже не ощутила этого нашего присутствия или отсутствия. Лена живет в другом пространстве совсем. Но для меня это было настолько важно, что это во многом сформатировало в мое сегодняшнее настоящее. И я очень доволен сегодняшним настоящим. И я, конечно, хочу быть школе благодарен, Лене благодарен. И я знаю, что многие выпускники, как в таких частных беседах, за рюмочкой вина, они эту же благодарность выражают. Другое дело, что школа пока еще эмоционально, не готова воспринять эту нашу благодарность, просто на элементарном финансовом, ресурсном уровне. В школе хочется других форматов, более социально взаимодействия с выпускниками. А вот выпускники готовы к каким-то более простым отношениям со школой. — Заня, ты тут уже несколько дней, я приехал сегодня и на один день. А вот твое наблюдение, как неформальная жизнь изменилась. Помнишь, мы когда там стихи зачиняли, делали много-много за пределами аудитории. А что и сейчас, как люди между собой коммуникации? — Ну, не сложно сказать, потому что, честно говоря, я не встроился в группу сегодняшних слушателей. Все мои попытки оказались не так успешными. Я понимаю, что я уже старец, я старый человек. Мы все равно держимся какой-то такой группировкой выпускников предыдущих лет. Хотя там кто-то закончил всего два года назад, там 10 лет назад школу. Но мы все равно, как выпускники, все вместе держимся. И мы, ну, вот на третий день, на второй день, какие-то начались коммуникации между слушателями сегодняшнего дня. И все там же, точно так же. По вечерам они играют в УНО, в мафию. После самогомоновских этих провокаций они по вечерам спорят. Вот первую ночь, я сидел, работал в интернете, они до трех часов ночи, значит, спорили о том, вот прав сагомонов или не прав, нравственный он человек или безнравственный. И вот темы, которые он поднял, как, что с этими темами делать. И там, если Саша не дал им ответы на вопросы, но он спровоцировал их на размышлениях. Чем школа всегда и занимается? Да, и мы всегда об этом говорили. Школа ничего не учит, учит пользоваться мозгом своим. И как этот мозг будет, какие выводы будет делать, школа ведь не претендует. Потому что, ну, как мы с тобой знаем, многие выпускники вовсе не стали демократами, борцами за права человека, а наоборот, ушли в систему и стали всячески противостоять этим движениям. Но школа просто учит работать мозгом. И этим эти ребята не исключение. Потому что, ну, в общем, ничего особо не снималось. Возможно, они меньше пьют. Ну, может, потому что мы сами стали меньше пить. Вот, ну, вот может быть, нет того, знаешь, вот этого вот такого, как это, такого, барского гуляния, которое было в 90-х, в начале 2000-х, когда вот там приезжал кто-то, начинал там поширять деньгами. Этого уже не встретили. Потому что люди начинают приезжать более интеллигентно, более восстанавливать. Очень много людей из гражданского общества. Чему я очень рад, и что школа, наконец-то, обратилась к гражданским форматам. И что, может быть, в ближайшее время школа начнет говорить уже не только о гражданском обществе, но и о социальном капитале, о общей низовом структуре. Может быть, в школу, наконец, поедут социальные модераторы с мест, которые, ну, соль земли, что называется. Поэтому это может быть... Ну, школа непредсказуема. Хотя, вроде кажется, что это такое консервативное, стабильное, постоянно повторяющая свою форму. Ну, вот, например, здесь сейчас у Лены выступало огромное количество потрясающих экспертов, и все говорили только о сверхсовременности. Что раньше в школе не очень приветствовалось. Раньше в школе, наоборот, говорили о стандартах, о политологических стандартах, о каких-то управленческих стандартах, вот как это принято во всем мире. Сегодня люди говорят о том, как сделать так, чтобы какие-то новые технологии, новые инновации, новые представления, новые социальные стандарты выходили в жизнь быстрее, именно в нашей стране, невзирая на то, как это было в других регионах. Что мы можем придумать какие-то новые свои идеи. Хотя это, в общем, люди, те, которые сейчас принято называть креативным классом, которые не встроены в систему, часто критикуют систему. И это очень... Продолжение следует...